Потому что сорвали. Я думаю, что вы это и сделали. Любую квартиру. Я была вообще удивлена, что вы работаете. Во дворе дома 168 на Свердлово не соскучишься. Представители двух газовых организаций Топлифт и Газпром устроили перепалку. Жительница этого дома Надежда Бывальцева рассказала, из-за чего весь сыр бор. С утра она, как и многие соседи, хотела приготовить завтрак, но не тут-то было. Газ выключили без предупреждения, утверждает Надежда. Позвонила в управляющую компанию, сказали, что да, есть, у вас будет опрессовка на доме. Ни объявлений у нас на доме не висело за 20 дней, которые есть в документах по договору. Ни за 5 дней не было тоже такого же объявления, ни смс мы ничего не получали. То есть нас отключили от газа. Однако в управляющей компании утверждают, что объявления на подъездах были расклеены вовремя. Но на момент работ их кто-то сорвал. О том, что будут проводиться работы собственники, были предварительно уведомлены посредством вывешивания объявлений. Но по сведениям управляющей компании, были сорваны все объявления на момент, как раз таки, когда сами работы проводились уже в пятницу. Объявлений этих не было. Представители компании Топлифт, которая непосредственно занималась опрессовкой на доме, также подтверждают, что предупредили жильцов. Объявления на подъездах были заблаговременно, за три дня развешаны. Накануне жильцы сказали, что перед нашим приездом, за день до того, как к нам приехать, у них было собрание в количестве 50 человек. И вот они, видимо, на этом собрании порешали что-то, приняли какие-то меры. И в результате этого все объявления были сорваны с подъездов. Как можно заметить, на некоторых подъездах этого дома все-таки остались следы старых объявлений. Но когда их повесили и когда сняли, установить трудно. Если приглядеться, то можно разобрать то, что это было объявление по общедомовому собранию. Но какие вопросы на нем решали и было ли предупреждение об отключении газа, неизвестно. К слову, на доме действительно проводилась плановая опрессовка. И спустя три с половиной часа газ снова вернулся в квартиры жильцов на Свердлова-168. Однако за это время обеспокоенные люди успели поднять аварийную службу «Газпрома». Сегодня в газовую службу «Газпрома» газораспределения Пермь-Березняковского филиала поступили массовые звонки с адреса Свердлова-168. По приезду мы обнаружили работу организации «Топлифт». Нас заранее никто не уведомил о работах на этом доме. Как нам пояснили в компании «Топлифт», они каждое утро передают в ЕДДС список домов, в которых будут проходить работы. Но передается ли эта информация непосредственно в «Газпром» – неизвестно. А были ли вообще объявления? Ответ на этот вопрос наверняка узнать тоже не удастся. Очевидно только то, что война двух организаций, обслуживающих газовое оборудование, продолжается. Как посоветовали жителям города юристы, если в вашем доме неожиданно пропал газ, как это случилось на Свердлова-168, сразу же звоните в свою управляющую компанию или в службу 112. Там уже подробнее разберутся в этом вопросе. Влада Фельская, Кристина Придейна, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхниками.